Здравствуйте, сударыни и судари! Целый месяц меня не было дома. И, конечно же, я беспокоилась, как переживут разлуку со мной комнатные растения. Ведь каждое утро я опрыскиваю их из опрыскивателя. Поливаю. Вот, допустим, кламандину два раза в неделю. А замия кулькас раз в неделю, а то и за полторы недели разок полью. А мы ведь отвечаем за тех, кого приручили. Система капельного полива была установлена на кламандине, на гибискусе. И эти растения прекрасно перенесли разлуку. Дёшево и сердито. Аптечная капельница и все дела. Но если вы не хотите заморачиваться, придумывать какие-то бачки, устанавливать там вот это всё, то можно купить на Алиэкспресс систему капельного полива. Я обошлась простым вариантом. Те растения, на которые я сделала мини-теплички, пеларгония, алоэ, орхидея, и уложила хорошим слоем гидрогель, они пережили превосходно эту разлуку. Но каково было моё удивление, когда я увидела, что замиокулькас и толстянка, ведь во всех источниках говорится, что это неприхотливое растение, и замиокулькас может три месяца пережить без полива. Толстянка тоже очень долго. А вот посмотрите, раз листочек, это же листочки у них, два листочек, три листочек, и четыре засохли. Дело в том, что вот и есть на них гидрогель даже, сохранился, но, видимо, так мало тут воды, что не смогли растение пережить длительную засоху. И вот придётся отрезать. Ну, само растение не погибло, точно так же, как и толстянка. Но получается, что если положен гидрогель, но нет менее теплички такой, то гидрогель испаряется, и растение не получает нужную ему влагу. Как в тексте, лучшая правка сокращения, так же и не жалейте обрезать комнатные растения, когда они потеряли свою декоративность. Какой же вывод можно сделать? В сухости, в жаре квартиры лучше всё-таки подстраховаться, сделать менее тепличку, если у вас нет возможности установить капельный полив, и тогда гидрогель не будет испаряться. Ну, а в идеале капельный полив и никаких проблем, ваше отсутствие, ничего не случится с комнатными растениями. Даже сохранятся вот такие плодики на коломандине. Заходите почаще на наш канал и на сайт. Мы рады быть вам полезными. До встречи!